МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане начинает работать круглосуточная медицинская психологическая служба, телефон доверия. Оказывать помощь здесь будут специально обученные специалисты. Звонки для всех жителей Удмуртии бесплатные. Столицы республики сегодня продолжат приводить в порядок свое светофорное хозяйство. Водителям советуют быть предельно внимательными на пересечении улиц Ленина и Пушкинской. Автоматические регулировщики здесь будут отключены с 9 вечера до 11 утра. Ремонтная кампания продлится до конца октября. За это время в порядок приведут светофоры на 8 перекрестках города. 138 молодых семей сегодня получат ключи от новых квартир. В Ижевске сдают еще один многоквартирный дом, построенный по программе «Доступное жилье молодым». Всего в этом году по этой программе новое жилье получат тысячи семей. Государственные награды, поздравления и слова благодарности. Сегодня в канун профессионального праздника будут принимать работники сельского хозяйства. Для них в столице республики пройдет торжественный прием. Еще раньше праздник начался для 23 фермеров республики. Большие гранты в миллион рублей им вручили накануне в региональном ментельхозе. Все они недавно занялись сельским хозяйством и подали заявку на участие в целевой программе поддержки развития фермерских хозяйств. В номинантах и семейные хозяйства три предприятия на развитие дела они получили по 5 миллионов рублей. Большая работа стала у семсинских лесничек. В зеленых насаждениях этого района зафиксированы очаги заражения личинками бабочки-пяденицы. От них уже пострадали деревья на площади в 2000 гектаров. Экстренных мер вырубки пока удалось избежать, но оптимизма это лесничим не прибавляет. Чем обернется новое нашествие насекомых? Репортаж Светланы Булановой. Со скатертью теперь приходится ходить семсинским лесникам по лесу и колотить по деревьям. Таким способом лесоводы пытаются отыскать гусениц, прижившихся на соснах. До 600 гусениц с одной сосны снимали летом. В лесу Вячеслав Николаев работает 30 лет, но впервые, говорит, видит, чтобы гусеницы объедали всю хвою. Голые деревья почти на 2000 гектарах. По размерам республики, даже не только республики, вообще это очень крупный очаг. В одном месте сконцентрировано вот такое поражение. Поражение выявлено только в семсинском районе. Это следствие резких климатических колебаний, поясняют лесники. Многочисленное потомство бабочек из семейства пяденец Вячеслав Николаев с коллегами обнаружил еще в мае. За помощью пришлось обращаться к лесопатологам. Они посоветовали обработать пораженный лес специальным биологическим препаратом. Если вот с ними сейчас не бороться, то пришлось бы их вырубать. Это тысячу гектаров вырубить. Для лечения леса пришлось вызывать даже дельтолетчиков. Они целую неделю с воздуха обрыскивали больные сосны. Сегодня выздоровление с трудом, но идет. Подтверждает это и обследование. За час такого обстукивания лесники нашли лишь двух личинок в пяденице. Она пядью идет, видите? Это пядь называется. Если на дереве гучениц нет, значит они превратились уже в куколки. Перезимовав, куколка весной превратится в бабочку-пядницу. Стоит ли ее опасаться на следующий год, лесники пытаются понять сейчас. Поэтому проверяют не только сосны, но и лесную подстилку. На одном квадратном метре, если пять штук куколок есть уже живых, это значит меры борьбы уже надо проводить. Однако живых куколок оказалось лишь пара штук. Остальные личинки, по мнению Николаева, заражены. Только вот непонятно чем. Ответы ждут от лесопатологов. Материал уже отправили в лабораторию на исследование. Светлана Буланова, Григорий Фомин, телеканал Майя Лудмуртия. Кто возместит ущерб? Этот вопрос волнует водители, чьи автомобили оказались под бетонными плитами рухнувшего забора. Произошло это накануне в микрорайоне столичной возле строительной площадки. Владельцы авто уверены, это не просто случайность. Их доводы в репортаже Елена Реверчук. Лучше бы не приезжал, жалеет сейчас Андрей. Место, куда он поставил свою машину, самое удобное. Два шага до подъезда. Приехал на обед. Через пять минут после того, как я зашел домой, услышал звук сигнализации, выглянул в окно и увидел такое. Уже смотрели, насколько серьезные повреждения? Повреждения очень серьезные. Я думаю, что мне такая машина больше не нужна. Потому что двигатель, наверное, на асфальте лежит. Пострадали еще два автомобиля. Железобетонные плиты придавили их к асфальту. По словам очевидцев, башенный кран поднимал металлические плиты. Стропы не выдержали, и арматура рухнула на заграждение. К месту происшествия сразу выехала следственная оперативная группа. Установлено, что пострадавших граждан нет. Повреждены только легковые автомобили. Поступило одно заявление от собственника транспортного средства по факту падения забора и повреждения имущества. В настоящее время проводится проверка с целью установления виновных лиц. Владельцы покореженных авто винят в случившемся строителей. По их словам, не раз видели на площадке нарушения техники безопасности. На диалог с водителями пока не пошел никто. Ни застройщик, ни подрядчики. А жильцы близлежащих домов уже не рискуют парковать машины под окном. И тем более гулять здесь с детьми. Плиты рухнули буквально в 10 метрах от детской площадки. И только по счастливой случайности драматическое происшествие не обернулось страшной трагедией. Елена Реверчук, Александр Шарабуков, телеканал «Моя Убуртия». Транспортники в эти дни меняют расписание. На дачные маршруты последний раз в рейс они выйдут в эти выходные. Таким переменам не рады жители пригорода Ижевска. Для них окончание огородного сезона оборачивается изоляцией. Елена Лебедева искала пути выхода. Этой ночью дорогу в Соколе немного подморозило. Но местные жители с ужасом ждут очередной распутицы. В межсезонье здесь непроходимое и непроезжаемое месиво. И каждую осень-весну деревня остается без рейсового автобуса. Перевозчик, выигравший тендер на этот маршрут, в бездорожье. Сообщение приостанавливает. Вот здесь вот никак не развернуться по этой улице. Поэтому он застревал тут и его развозило. Никак глину-то навозили, и как раз дожди пошли, и он застревал. Автобус же огромный. Жители уже просили поменять автобус на малогабаритный, но с высокой проходимостью. По типу школьного, что здесь курсируют. Но у перевозчика в автопарке таких машин нет. Единственный выход сейчас в спешном порядке любым способом выровнять дорогу, которую местные власти обещали сделать еще летом. Одно дело, нормальных денег нет для того, чтобы взять. Другое дело, еще и подрядчика не найти, потому что на лето все заняты. И дают технику только тогда, когда уже начинаются дожди. Так получилось нынче, что отсыпали дорогу и вовремя не смогли ее укатать. Дожди пошли, ее разбило. Сейчас вот ждем немножко под стене, будем отсыпать. Терпеливо ждать жители Сокола уже устали и напрямую обратились в Министерство транспорта. Там чиновники выход нашли. В межсезонье в деревню пустили маршрутку. Единственный момент, что у него рейсов там меньше, чем было в Ипатии. Поэтому мы на эти вопросы еще посмотрим. Погода немного померзнет, дороги станут получше. И я даже только временно, при крещении попаду. И дальше снова автобус пойдет. В полной изоляции от города и деревня Старомихайловская. Рейсы открывают здесь только на дачный период. Курсировать круглогодично перевозчикам в убыток. До 8-го часа были, а сейчас нет. Уже до 5-го мая у нас уже транспортный будет. Надо пешком добраться до 22-го. И потом этот, на 22-й автобусе уже в гору. Далеко добираться-то до 22-го? Ну, 4 километра. Но дорога до остановки небезопасна. Особенно в темное время. Уличного освещения здесь никогда не было. Сейчас местные власти готовят обращение к транспортникам, чтобы те продлили городской маршрут с Оранжерейной до Старомихайловского. Елена Леведева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». И еще одна информация в конце выпуска. Спорткомплекс «Вавожи» может стать образцом для всероссийского подражания. Проект будет представлен Минспорту страны в качестве типового. Работа ижевских архитекторов уже получила одобрение своих коллег, заслужив приз зрительских симпатий на всероссийском конкурсе в Екатеринбурге, который проходил под девизом «Удобно, дешево, красиво». Интернет-голосование показало, наш проект полностью соответствует этим параметрам. Участников было много, но у нас оказался проект, пожалуй, самый яркий. Поэтому, может быть, это повлияло. В принципе, из простых материалов, очень доступных на сегодняшнем рынке, но вот так совпало. В проекте «Ничего лишнего» и вместе с тем это настоящий спортивный комплекс с хоккейной площадкой, тренажерными залами и 25-метровым бассейном. Здание по проекту обходится почти в три раза дешевле своих собратьев. Это пока все. Удачного вам дня. Итоги подведем ровно в 7 вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова